Heavy Metal, вашей хати, дорогие друзья! Вы на следующем канале, и сегодня следующее сравнение камер. И мы не знаем, какое это сравнение камер по счету на нашем канале, но, скорее всего, у него будет вполне определенный номер. 69! Как вы могли догадаться, сегодня у нас на тесте целых два смартфона. Это Asus Zenfone 6 и с точно таким же номером, но другим Xiaomi Mi 9. Сравнивать системы камер Xiaomi Mi 9 и Asus Zenfone 6 оказалась крайне интересна, потому что в них нашлось как и схожие, так и серьезные разности. Основная камера у них одинаковая, как одинаковый процессор обработки изображений, но при этом разные оптические системы. У Asus это связка обычной камеры и ширика, а Xiaomi, вдобавок к такому же сочетанию, получил еще и оптический зум. Как вы знаете, ни одно наше следующее видео не обходится без нашего любимого партнера, который помогает нам эти видео делать. И мы в очередной раз благодарим магазин Unistor за предоставленный Xiaomi Mi 9, потому что бы сравнение просто не вышло. Там ссылочки будут в описании. Переходите на магазин, подписывайтесь на их инсту и напишите им в комментариях что-то хорошее. Например, что вы пришли со следующего канала. Днем Asus Zenfone 6 делает красивые, резкие, естественные фотографии. И это, конечно же, хорошо. А вот Xiaomi Mi 9 очень сильно теряет детали, отчего фотографии часто получаются мыльные. Частично это объясняется тем, что ИИ у Xiaomi это давний любитель навалить цвета и насыщенности на листве. При этом Xiaomi щедро наваливает на фотографиях контрастность, будто школьная буфетчица при виде сына директора. А вот деталей в темных участках кадра в столовой Xiaomi в этот раз заметно не додают. Да и в целом мы видим нехватку динамического диапазона при съемке неба со сложным освещением. Все это приводит нас к тому, что стоковое приложение Asus лучше справляется с базовым дневным сценарием, чем Xiaomi. Ширики мы в этом сценарии решили сравнивать отдельно и результаты тестирования полностью совпадают с результатами основных камер. Xiaomi делает более насыщенную контрастную картинку, а Asus берет свое детализацией и естественной цветопередачей. Вроде бы паритет, однако Asus лучше исправляет дисторсию, то есть выравнивает так называемую бочку, убирая искажения по краям кадра. И за счет этого одерживает свою убедительную победу. В сложном свете мы видим такую же картину, как и на дневных фотографиях. То есть Xiaomi лажает по теням и динамическому диапазону. А вот при прямом контровом свете уже начинаются интересности. Солнце лучше отрабатывается Asus, за что ему, конечно же, плюс. Но и Xiaomi в этом сценарии тоже внезапно подтягивается. Проблем с тенями у нее уже нет и фотография в целом получается светлая. Разумеется, снимать солнце всегда лучше на ширик, из-за более низкой его светосилы. И вот в этом моменте Asus сделал художественный контраст красивыми засветами. И да, кстати, оптику мы протирали перед съемкой. Это проверено. Xiaomi же в этом сценарии намылил и нашумел. Так что победить здесь очевиден. Котики в этот раз нам попались непростые. Они у нас и пугливые, и подвижные. В общем, все, как в реальной жизни. Asus сделал мыльновато и скучно. А Xiaomi, кстати, плюс за то, что его алгоритмы быстрее распознают животных и активно пытаются сделать фотографию с животными лучше. Однако тут же и минус Xiaomi это за то, как это делается. То есть мы видим жуткий перешарп, который совершенно не делает наших бедных пушистиков лучше. И отдельно заметим, что фотографировать черную кошку в темной комнате лучше вообще не на эти два смартфона. Оба сделали какую-то гладкую дичь, будто это не живой котик, а резиновая игрушка. В макросъемке Zenfone 6 показал себя не с лучшей стороны. У него минимальное расстояние фокусировки больше, а также меньше зона резкости. Она сосредоточена в центре кадра. Поэтому макро лучше снимать на Xiaomi Mi 9, у которого таких проблем нет, и снимки получаются весьма годные. В интерьерной съемке в нехватке света смартфоны начинают заметно шуметь, и особенно Asus. Так что в этом сценарии побеждают суровый шумодав Xiaomi. Если же света в помещении хватает, шумов уже нет, и оба смартфона снимают прилично. Однако здесь проблемы уже вылезают у Xiaomi, который снова безбожно врет с балансом белого. И снова не устаем хвалить съемку на ширик под крышей дома своего. Реально помещается больше объектов, и преимущество такой съемки очевидно. На нулевом зуме мы видим почти одинаковые фотографии. На двукратном приближении Xiaomi уже включает свой третий глаз, это оптический телефото-модуль, и его качество съемки намного выше простенького цифрового зума у Asus. Максимальный зум у Asus Zenfone 6 только четырехкратный, потому что обновление прошивки с восьмикратным зумом прилетело на него уже после теста. Но даже в таком виде видно, что у Xiaomi резкость на максимальном зуме получше, потому что что ни говори, а оптика все-таки тащит. При съемке закатных фотографий мы столкнулись с тем, что Asus периодически промахивается с автофокусировкой. Однако там, где фокус лег правильно, наблюдается просто тотальное уничтожение Xiaomi Mi 9. Ну а там, где Акела промахнулся, то уже китайские гиены торжествующе разрывают Zenfone по четкости и динамическому диапазону. В общем, как карта ляжет. При съемке заката на ширик неожиданно отыгралась Xiaomi. Похоже, что у Asus в закате есть проблемы не только с фокусировкой, но и со срабатыванием авто-HDR, а стабильно в этом смысле Xiaomi делает стабильные неплохие фотоснимки. К тому же фирменное наваливание цветов играют только в плюс для Xiaomi, делая реально крутую фотографию. В автоматическом режиме Xiaomi Mi 9 делает более качественные снимки. Это банально за счет большего количества информации в тенях и задирания яркости. При этом у Mi 9 есть и свои проблемы. Он задирает ISO, отчего по всему кадру рассыпано зерно, просто курочки налетай! Ну и заднеплан у Mi 9 такой мыльный, что курочки могут не только поесть, но и сразу помыться. Asus же при этом делает симпатичную, но очень темную картинку, почему и сливает в этом сравнении даже таким странным фоткам Xiaomi. Однако, если схитрить и включить на обеих камерах ночной режим, картинка получается обратная. Zenfone сохранил резкость фотографий, но добавил к ней больше информации в тенях, и при этом у Asus почти не вылезают шумы. А Xiaomi сделал что-то мыльно-масляно, еще и навалил свои фирменные вечерние голубизны, и это ну просто какой-то декаданс получается. Поэтому вечером на Mi 9 нужно продолжать снимать на автоматическом режиме, а в Asus обязательно нужно включить ночной режим. Содержательно обсуждать ширики в сумеречном свете не получается. Качество их работы примерно такое же, как у клептомана, которому доверили сторожить склад с лекарствами от жадности. Оба смартфона реально не вывозят, так как им не хватает светосилы, однако, если вы думаете, что смотрите сейчас на жесть, на жесть вы будете смотреть через несколько секунд. Честно скажем, что ночные фотографии с обоих смартфонов нас не порадовали, причем что в автоматическом режиме, что в специальном режиме ночь. Это больше похоже не на фотографии, а на рисунки художника-постмодерниста, который принимает вещества и рисует потом на обоях коричневые пейзажи. Asus во всех режимах наваливает таких шумов, что мы с Олегом вспомнили, как у нас глючили ролики еще первого Старкрафта на старых видеокартах. Ну реально, такой же уровень артефактов на картинке. А Xiaomi напротив. Так сильно врубают шумодав, что фотографии получаются просто катастрофически мыльные, и здесь уже можно вымыть не только курочку, но еще и слона. Аналогичная ситуация и с шириками. У них все тоже очень печально, и не вывозит даже опция ночного режима у Asus. Хотя, конечно, респект компании, что не поленились хотя бы просто сделать ночной режим для второго модуля. В целом, повторимся, что мы реально расстроились от этих фотографий, и предлагаем вам заодно посмотреть еще ночные камерафоны здорового человека. Просто, чтобы почувствовать разницу и увидеть, как надо было. Asus Zenfone 6 делает портретные снимки на основной модуль, а размывает шириком. Этот же принцип, напомним, реализован в Самсунгах, и система в целом работает успешно. Размытие приятное, мягкое и с четкими контурами. Претензия здесь скорее именно к лицу на портретных фотографиях, потому что даже с отключенной ретушью мы наблюдаем какие-то странные сглаживания. Xiaomi же делает портретный снимок на телевик, отчего человек становится ближе, что реально удобнее. Но зато имеются просадки по детализации из-за более низкой светосилы телеобъектива. Однако, все-таки портреты на Xiaomi Mi 9 однозначно будут получше. Чисто за счет возможности полностью выключить весь этот гей-барбершоп и снять человека с натуральной кожей, а не с каким-то там непонятным резиновым черти чем. А вот портреты, честно говоря, мы снимали очень долго, и нормальная серия портретных снимков нам далась ни с первого раза, ни со второго, и даже ни с третьего. Олег вот имеет по этому поводу что сказать. Я не знаю. Дорогие производители, не надо сразу по умолчанию включать вот эту ретушь лица, сглаживание, мыльность, глаза. Ну невозможно. Я хочу ее выключить, я выключаю в одном месте, вам кажется, что есть второй пункт, который надо выключить, третий пункт, который надо выключить. Это что-то невозможно, невообразимое. Ну почему? Я не хочу выглядеть как... Да, мы нравимся себе старыми, дорогие производители. Не надо, пожалуйста, снова делать нас какими-то школьниками. И самое в этом странное, то что значит, вот если вы берете смартфон новый, берете его, например, в Unistory, как нативочка, вот, вы его запускаете камеру впервые, у вас будет по умолчанию включена вот эта вся бьютификация в портретном режиме, и по умолчанию уже будут отключены все сервисы вот этого искусственного интеллекта, который подкручивает сцены. То есть все вообще с головы на ноги. При том, что производители... С ног на голову, да. При том, что производители везде кричат, у нас ИИ, у нас ИИ, такой ИС, такой ИС, специальный модуль и так далее. Никто не говорит, у нас абсолютно гейский портретный режим с отвратительным замалением кожи. Нет. Но при этом, именно он включен по умолчанию, а ИИ нет. По селфи, Asus, безусловно, впереди планеты всей, так как его перекидная камера позволяет делать селфи принципиально иного качества. Но здесь имеются и другие нюансы, которые касаются уже Xiaomi Mi 9. Дело в том, что сиомисты реально сэкономили на селфи-камере, лишив ее автофокуса. И с оптикой у селфи-камеры Mi 9 тоже какие-то проблемы, так как лица на селфи искажаются. Вообще, очень странно, что Xiaomi решила, ну прям, настолько сэкономить на своем флагмане. Также, контровые селфи показывают, что у Xiaomi Mi 9 фактически не работает HDR на фронталке, по крайней мере, в этой текущей прошивке. То есть, сама по себе опция есть. Режим исправно включается, но результат вы видите сами, точнее, его полное отсутствие. А отдельно упомянем об опции снимать селфи на шире квасу Zenfone 6. Это реально крутая штука, так как можно захватить в кадр просто всех своих друзей, ну, кроме, конечно, воображаемых. Однако, пользоваться шириком нужно, как обычно, осторожно, чтобы не захватить в кадр чего-нибудь лишнего. На дневных видео воспроизводится ситуация с дневными фото. Цветопередача Asus более верная, а вот Xiaomi задирает контраст. Иногда это неплохо, иногда выглядит неестественно, поэтому оставим этот вопрос на ваше усмотрение. А вот что бесспорно, так это более качественная работа стабилизации на Asus Zenfone 6. Заметим, кстати, что у обоих смартфонов нет оптической стабилизации, есть только цифровая, однако Asus и реально хватило даже цифровой, вот так. Также у Asus чуть-чуть шире динамический диапазон, но это уже не так заметно. Дневные видео, снятые на широкоугольные объективы, примерно одинаковые по качеству. Есть проблемы с ДД, есть мелкие шумы, но жить можно, и в целом за широкий угол охвата обоим смартфонам можно простить какое-то такое несовершенство небольшое. Отдельно интересно то, что на ширике электронный стаб Xiaomi работает очень хорошо на одном уровне с Asus, это означает, что в будущем на новых прошивках Xiaomi Mi 9, наверное, починит электронный стаб на основной камере. От ночной видеосъемки мы уже ничего хорошего не ждали и правильно делали. Asus снимает так, как будто я ловлю телепередачу на старый дедовский ламповый телевизор, а вместо антенны использую бабушкину мясорубку, то есть картинка просто реально сильно снижит. Xiaomi же пошел еще дальше, в его случае дедушкин телевизор еще и черно-белый, вместо антенны портянки и вообще в этот телевизор год назад ударила молния, отчего появились проблемы с автофокусом, так что камеру хочется просто взять и заклеить изолентой. Несмотря на то, что оба устройства используют одинаковые матрицы и одинаковый процессор обработки изображений, мы видим, что программные алгоритмы камер ведут себя совершенно по-разному, соответственно, и результат тоже разный. В большем количестве сценариев победил Asus и в целом победитель этого сравнения именно Asus Zenfone 6. Это реально нас удивило, так как зная об особенностях Xiaomi, мы специально не брали его на тест первые месяцы, чтобы вышли все критически важные прошивки и, разумеется, обновились перед съемками, а как же. Возможно, в будущем результат, конечно, еще поменяется, и Xiaomi все же докачается до уровня Asus, а мы верим в новые прошивки и будем следить за ними, но сегодня однозначно побеждает Asus Zenfone 6. Мы обычно этого не делаем, но здесь нужно еще сказать пару слов о Google Камере. Мы не уверены, что ее нужно накатывать, например, на Asus, так как общий уровень качества снимков неплохой и без нее. Но для Xiaomi Mi 9 сегодня это кажется единственным разумным решением, и, наверное, на ближайшие месяцы это будет так. Поэтому, если вы планируете покупать себе именно Xiaomi Mi 9, мы прям настоятельно рекомендуем попробовать установить порт Google Камеры. Да, там будут проблемы со стабильностью работы в некоторых режимах, будут свои глюки, но в целом, я думаю, что результат может вас порадовать. Ну что, дорогие друзья, несмотря на то, что в начале казалось, что смартфоны практически одинаковые, одинаковый модуль, одинаковый процессор, но результаты оказались абсолютно разными, ну и это же прекрасно. Да, это означает, что нам есть что сравнивать, вам есть из чего выбирать, и каждый может выбрать что-то себе по сердцу. А мы выбрали для себя следующий канал, и вам рекомендуем сделать то же самое, поэтому не переключайтесь. Оставайтесь, так сказать, спокойными, новые видео будут, и они вам понравятся. Пока.